Введение тахографов переносится. Выяснилось, что к обеспечению ими автобусов в июле никто не готов, сообщают корреспонденты портала ТОЛК. Ранее говорилось, что установить устройство обязано уже 1 июля. Они будут фиксировать время движения, остановок, измерять скорость и следить за режимом работы и отдыха экипажа. Штрафы предусмотрены из-за отсутствия тахографов и за нарушение режима. По предварительным оценкам, оборудование всего транспорта в Барнауле может обойтись примерно в 20 миллионов рублей. Перевозчики не смогли бы справиться с такими финансовыми вложениями, а поставщики не смогли бы до 1 июля обеспечить нужное количество тахографов. Все это могло привести к сбоям в работе транспорта. В обед автобусов в городе просто могло не быть, потому что водители должны были уйти на перерыв. Денег на расширение штата у перевозчиков нет, а еще нет денег на обновление автобусного парка, который на 80% превысил свой эксплуатационный срок. Полный репортаж о проблемах барнаульского транспорта на сайте ТОЛК. В Барнауле планируют построить очередной небоскреб, на этот раз в районе нового рынка. Первыми схематичными изображениями уже поделились проектировщики. На них видно, что дом как минимум в два раза превышает строящийся 15-этажный, сообщает Политсибру. В компании подробности пока не раскрывают, ссылаясь на то, что проект недоработан, хотя дольщиков уже предупреждают о будущем строительстве башни этажностью 20+. Житель Барнаула обнаружил в батоне местного производства осколок стекла. Московский комсомолец на Алтае размещает фото и сообщает, что такие бонусы покупатели барнаульских магазинов приобретают все чаще. Не так давно мужчина купил крашеные помидоры, а другой в банке со шпротами обнаружил кильку. Сколько нужно денег для счастья барнаульцам выяснили корреспонденты комсомолки на Алтае. Жители краевой столицы считают, что достойная жизнь начинается при зарплате в 55 тысяч рублей. С таким показателем мы расположились на 75 из 78 строчек. Возможно, обусловлено это тем, что зарплата в крае не слишком высокая, всего в среднем 25 тысяч рублей в месяц. Самая значительная доля участников исследований, которые утверждают, что уже добились высокого уровня жизни в Казани, Москве и Грозном.